Привет друзья! Давайте сегодня сварим кукурузу. Итак, что нам нужно знать о кукурузе? Во-первых, кукуруза должна быть молоденькой, сахарной. Видите-ка, она желтенькая, ровная. Когда вы будете покупать кукурузу для того, чтобы ее сварить, обязательно смотрите, чтобы она была не перезрелая. Если кукурузинки будут уже вдавленные и темные, то хорошей кукурузы у вас не получится. Вот эта кукуруза очень молодая. Она, скажем так, ну совсем уже молочная. Посмотрим, какой будет результат. Это, конечно же, гораздо лучше. Обязательно вода должна быть кипящей. Добавляем в это кипение. Листья от кукурузы выбрасывать не нужно. Мы сейчас сразу ее положим сюда. Они нам дадут дополнительный вкус и усилят, усилят аромат кукурузы. Воду не солим, потому что соль заберет сочность кукурузы. Многие варят кукурузу целиком. Я не варю кукурузу поэтому смысла нет. Убираем попочку. Такую кукурузу очень хорошо делать на гриле. Например, делайте шашлык, протыкайте шампуром, мазайте ее маслом и запекайте. Она готовится очень быстро. На гриле она будет готовиться буквально 10-15 минут. В кипящей воде нам потребуется в среднем 17-20 минут. Обязательно включайте таймер. Итак, наша вода закипела. Давайте положим кукурузу. Вот, обратите внимание, это вот хороший знак. Как только мы положили в кипяток, она сразу становится еще более желтая. Ну все. Включаем таймер. Старт 20 минут. Осталось у нас с вами 4 минуты до конца. Каким образом определить, что ваша кукуруза готова или еще нужно поварить? Все очень просто. Например, если вы сделаете так, как сделал я, порежете ее напополам, да? Вот смотрите. Просто возьмите ножичком и срежьте парочку кукурузинок. Все, она готова. Абсолютно. Больше не надо ее варить. То есть получается, что у меня она сварилась за 16 минут. Все, выключаем. Убираем. Вытаскиваем ее из горячей воды. Просто красавица. Пошли дальше. К примеру, если вы собираетесь еще сервировать прямо сейчас, сразу ее нужно посолить. Пока она еще горячая. Вот так вот. И соль фактически сразу у меня втянется, питается за счет того, что зерна еще горячие, влажные и соль растворится, скажем так, просолит нашу кукурузу. Многие ее смазывают маслом. Например, да, действительно, можно ее смазывать маслом. Можно посыпать сыром и запечь в духовке под грелем, буквально под очень высокой температурой, и у вас получится еще дополнительное блюдо. Но как показывает мой опыт, если, например, у вас вечеринка, вы жарите шашлык, и когда у вас на столе печеные овощи, жирный шашлык, и если вы еще сделаете жирную кукурузу, скажем так, будет масло масляное. Поэтому я обратил внимание, что люди вот за праздничным столом любят кукурузу вот такая, какая она есть, просто plain, скажем так, без всяких прикрас, просто соленую. Хорошо, разобрались. Только сварилась, посолили, подали. Очень часто кукуруза остается, и вы знаете, что всю кукурузу вы не съедите, и нужно, скажем так, ее сохранить. На завтрашний день она уже не будет такая привлекательная, она втянет всю влагу, и станет такая, скажем так, подсохшая. Поэтому я вам порекомендую вот такой трюк. Вот у нас осталась вода после нашей кукурузы. Давайте ее посолим. Раз, два, две столовых ложки соли я бросаю, опять довожу до кипения. Мы сейчас с вами сделаем рассол, и рассол будет такой солоноватый. Я добил до кипения. Положу несколько листочков на дно банки для красоты и для дополнительного вкуса. Хорошо. Рассол нужно сейчас ставить, чтобы он остыл. В эту банку складывайте кукурузу. И как только рассол остынет, мы с вами заливаем и закрываем крышкой. Когда банка будет холодной, вы можете ее поставить в холодильник, и ваша кукурузка на следующий день будет уже и солоноватая, уже готовая для употребления, сочная и, скажем так, не подсохнет. Наш рассол остыл. Давайте его зальем в банку. Ну вот, наша кукуруза готова. Кстати, у меня здесь было 3,5 литра воды, и я добавил сюда 2 полных столовых ложки соли. Закрывайте крышкой и ложите в холодильник. На следующий день спокойненько доставайте и наслаждайтесь вкусной сладкой кукурузой. Кстати, когда будете покупать кукурузу, пробуйте, прямо зернышко отломите и попробуйте. Оно должно быть сладенькое. Есть два вида кукурузы. Это пищевая кукуруза сладкая и кормовая, которая для животных. Есть такие вот продавцы нечестные, которые продают кормовую кукурузу для людей. Поэтому будьте осторожны, выбирайте правильную кукурузу. Прошли сутки, вот посмотрите-ка, наша кукуруза простояла 24 часа в холодильнике в рассоле, о котором мы с вами говорили. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот видите, ничего не изменилось. Вот как она была. Вкусненькая, сочная. Сейчас я попробую. Смотрите, как будто только сварили. Шикарно. Ну вот, замечательный рецепт. Надеюсь, вам это будет полезно. Пока, увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok